Владимир Путин отправляет пенсионеров на войну. Сенаторы испугались закона о лишении гражданства, а Резников сказал, когда закончится война. Это вечерние новости на Ходорковский лайф. С вами Юрий Белят. Ставьте лайки, подписывайтесь, а мы переходим к главным темам. Сегодня их много. Итак, предельный возраст для пребывания в запасе увеличен на 5 лет. Соответствующие поправки в законопроект подписал Владимир Путин. Они касаются солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду с 45 до 50, к третьему с 50 до 55 лет. Для старших офицеров планка составит 65 лет. Сейчас всего 60. То есть фактически призвать могут и пенсионеров. Для младших офицеров планка увеличится до 60 лет вместо нынешних 55, а для имеющих иные звания 55 лет вместо 45. Предельный возраст для высших офицеров остается тем же – 70 лет. Видимо, генералу Путину и так хватает, новые из запаса не нужны. Поправки предполагают переходный период до 28 года. Граждане, которым исполняется 50 лет в 2024 году, будут пребывать в запасе до 51. Те, кому 50 будет в 25-м, будут в запасе до 52 лет и так далее по нарастающей. Еще одна новость из законотворческой части России. Итак, Госдума решила снизить штрафы за неявку военкомат. Если в первоначальной версии поправок предполагали штрафы в размере 40-50 тысяч рублей, то теперь сумму снизили от 10 до 30 тысяч. Ну, спасибо. Сейчас, напомню, за неявку предусмотрено наказание в размере от 500 до 3000 рублей. Кроме того, ко второму чтению законопроекта предлагается снизить штраф за несообщение сведения о выезде из Российской Федерации на срок более 6 месяцев. Сначала предлагалось штрафовать на сумму от 10 до 20 тысяч рублей, а теперь от 5 до 15 тысяч. Также Путин сегодня подписал закон для пособников-инагентов. В отношении тех, кто своими действиями или бездействиями способствует тому, что инагенты нарушают закон, будут проводить внеплановые проверки и выносить предупреждения. Штрафы за неустранение нарушений будут составлять от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 70 до 100 тысяч рублей для должностных лиц и от 200 до 300 тысяч рублей для юрлиц. Трое из четырех сенаторов, которые внесли в Госдуму законопроект о лишении приобретенного по рождению гражданства, отозвали свои подписи под инициативой. Сейчас на странице документа в думской базе его автором значится только сенатор от Крыма. Законопроект предусматривает, что россиян могут лишить полученного по рождению гражданства, если они дискредитировали российских военных, дезертировали или призывали к экстремизму. О том, что инициатива противоречит Конституции и у нее нет перспектив, ранее заявил глава Думского комитета по законодательству Павел Крашенинников. Сегодня ночью Москва подверглась новой атаке беспилотников. Как заявил мэр города Сергей Собянин, около четырех утра были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. ТАСС, ссылаясь на экстренные службы, сообщил, что обломки первого дрона обнаружили на Комсомольском проспекте в районе дома номер 17. В результате падения беспилотника была разрушена кровля в двухэтажном административном здании. Кроме того, в близлежащих жилых домах и магазинах выбилось стекла. Второй дрон попал в строящийся бизнес-центр на проспекте Лихачева. В здании были выбиты стекла на 17 и 18 этажах на площади 50 квадратных метров. На обоих проспектах временно перекрывали движение автотранспорта, пока экстренные службы ликвидировали последствия падения дронов. Позже российские СМИ сообщили об еще одном беспилотнике. Дрон вертолетного типа без взрывного устройства упал в Зеленоградском округе Москвы на территорию центрального кладбища. В результате также никто не пострадал. Расследователь Беллинкэт Христо Грозев обратил внимание, что рядом с местом падения беспилотника на Комсомольском проспекте находится множество военных объектов. В частности, в доме номер 20 расположен военный университет, а также сверхсекретные подразделения Главного разведывательного управления России, такие как штаб Кибератак ГРУ. Ну и еще немного про атаку беспилотников. На проселочной дороге в Рязанской области под колесами КамАЗа взорвался дрон кустарного типа. Об этом сообщают база, ШОТ и РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД и территориальному отделу полиции. 23 июля в селе Тюшеве 62-летний Александр на КамАЗе наехал на беспилотник, после чего тот взорвался и повредил два задних колеса машины. Еще два БПЛА обнаружили в нескольких десятках метров от места взрыва. В результате инцидента никто не пострадал. Но, к сожалению, как минимум 6 человек пострадали при обстреле Одесской области. В 4 часа дроны Шахет атаковали регион. Под удар попала портовая инфраструктура города Дунай. Разрушен ангар с зерном, повреждены резервуары для хранения грузов, в одном из производственных помещений произошел пожар. Об этом сообщил глава администрации региона Олег Кипер. Напомню, Россия с 18 июля наносит удары по объектам портовой инфраструктуры на юге Украины, в том числе в Одессе, называя их возмездие. За взрыв на Крымском мосту, естественно. Пока российская армия бомбит украинские города, прокремлевская пропаганда соревнуется в кровожадности. Все как обычно. Вот как Владимир Соловьев обсуждал обстрелы Одессы в своей программе. Ракеты или что, чтобы по Крыму долбить? Конечно, сейчас мозг будут перебивать, конечно. Ну, нахрен уничтожить Киев? Согласен? Уничтожить Львов. Да уничтожим, давайте хотя бы там где-то, откуда эти ракеты поступают, там же этот переход, он... А столица сделаем Одессу, да? Да, которую мы сохраним. Нет, мы Одессу, конечно, не сохраним, простите. Мы ее потом заново отстроим. Так будет гораздо проще. Ну, что делать? Ну, по крайней мере, портовую зону. Я помню, что драмтеатр надо... Оперный. Оперный. Оперный театр надо сохранить. А все остальное... Тем временем, министр обороны Украины Алексей Резников в интервью телеканалу CNN заявил, что к следующему саммиту НАТО российско-украинская война закончится победой Киева. После чего страну пригласят в альянс. Резников напомнил, что следующий саммит, который состоится в июле 2024 года в Вашингтоне, станет юбилейным. На нем будет отмечаться 75 лет со дня создания НАТО. Кто знает, может этот день станет очень важным для Украины. Об этом заявил министр, добавив, что это пока только прогноз. Журналистка издания The Insider Марфа Смирнова рассказала об угрозах и слежке за родственниками в России. Дальше будет цитата. Мне присылают фото родных, маршруты их поездок, информацию о них, которой никогда не было и не может быть в открытом доступе. Довольно страшно было получить аудиозапись прослушки квартиры в Москве. Что эти люди от меня хотят, я не до конца понимаю. Конец цитаты. Марфа Смирнова решила передать огласке эту историю, чтобы получить, цитата, минимальную гарантию безопасности для всех. Против жительницы Самары возбудили уголовное дело за вот такое вот шутливое видео. 23-летняя Алена Агафонова опубликовала в соцсетях видео, на котором шуточно щекочет груз скульптуры Родина-Мать. Сторис жительницы Самары раскритиковал за непатриотичность крымский блогер Александр Талипов. Вчера на Агафонову завели уголовное дело по статье об осквернении мест захоронения. Прокуратура Волгоградской области пишет, что на Мамаевом кургане девушка, дальше цитата, «совершила циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия». Блогер Талипов после новости о деле написал в своем канале, что расследование против девушки – это пример другим. Есть у нас и комментарий Алены Агафоновой. Сглупила, за что каюсь, это она рассказала газете РУ. Друзья, это все новости, которые я хотел вам рассказать. С вами был Юрий Белят, это программа новости на канале Ходорковский Лайф. Подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки и смотрите другие видео, которые мы выпускаем. Они уже появляются вокруг меня. Обязательно посмотрите их. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok